выезжает постепенно спортсмены чтобы занять места на стартовой решетке итак идет у нас трансляция на hd extreme у на сайте rsb кей ру российского кольца информационные спонсоры программы вести по волжье на телеканале россия 1 рейтинговая информационная программа региона самая рейтинговая объективная оперативная эксклюзивная информация телеканал россия 24 нижний новгород самые яркие важные события из мира спорта в программах страна спортивные вести спорт прямые трансляции хоккейных баскетбольных футбольных матчей с участием ведущих клубов информационный партнер соревнований нижнегородском радиоэфире вести fm на частоте 98 6 оперативные новости актуальные интервью специальные репортажи аналитика дискуссии прямом эфире информационное радио для слушателей с активной жизненной позиции интернет-портал про город н.н. с новостями которые касаются каждого ликви моли лучший бренд германии категории смазочных материалов итак пока готовятся спортсмены к старту о положении спортсменов после первого этапа rsbk international 2014 в упорнейшей борьбе в казани на трассе казан ринг у нас победил алексей иванов 61 номер него 25 очков после первого этапа в активе очень повезло потому что у нас 12 градусов дождь мы на нижегородском кольце и дождится уже второй день вчера квалификации пилоты ехали тоже подождем на самом деле это очень специфичные условия по управлению мотоцикла потому что многие пилоты упали много людей которые не смогли показать то квалификационное время которое им бы хотелось но с другой стороны это принесло некие сюрпризы например у нас на втором месте дима андреев который в принципе не ожидал что он приедет вторым на квалификации оказался очень доволен но мы с ним еще думаю поговорим сейчас пилоты побеждают подъезжают на стартовую решетку мы можем уже в принципе с кем-то из них пообщаться и наверное поговорить вот есть приехали пилоты технические нюансы есть у нас приехали пилоты из команды десятое место мы сможем подойти эта команда эта команда мотодом и антон еремин из этой команды едет сейчас в европейском чемпионате но все-таки у нас есть у нас есть воробьев владимир номер 88 сейчас мотоцикл его увозят он представляет команду мото дом на российском соревновании разбок посмотрим кто у нас еще есть на стартовой решетке мы можем просто снять всю стартовую решетку кто у нас стоит сейчас здесь команда chrome racing это нижегородские ребята это для них домашний трек мы сейчас видим корза его владимира он едет на хонде и и в казани на предыдущем этапе он на занял первое место в классе стыка сейчас нижнем новгороде мы видим что он стоит на в третьем ряду нет во втором во втором ряду да то есть в принципе у него довольно выгодная стартовая позиция у него у поскольку он хорошо знает трек наверное у него есть шанс стартовать и прорваться вперед мы наверное можем в принципе подойти сейчас к пилоту попробовать вот 98 номер крепак дмитрий он едет на кавасаки он из города крапотки но можно спросить его как он чувствует себя вот в эту дождевую погоду дмитрий привет расскажи пожалуйста как для тебя дождевая гонка это вызов или это легко тебе дается вообще как ты чувствуешь себя в дождь это моя первая гонка хочу с вами попробовать силы посмотрим что будет все соперники очень сильные скажи пожалуйста по квалификации как тебе показалось ты же ехал квалификацию вчера конечно ехал квалификацию мне понравилось понравилось ездить по дождю да 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 хорошо удачи тебе какая-то вообще специфика есть по дождю ездить вот если может быть не все ездили на дождевых на дождевой резине конечно держак намного хуже чем по сухому более сносит мотоцикл сильнее надо стараться и более на чувствовать мотоцикл чтобы ехать по дождевой гонке кто-нибудь болеет смотрит трансляцию да конечно краснодарский край ростовская область смотрит болеет за меня папа мама справит все знакомые большая поддержка у меня выходит университета донского государственного технического университета здорово на пустое тебе давали выезжай быстрее потихоньку не упади можно попробовать пройти дальше по той стартовой решетке может быть нам удастся поговорить с пилотами вот и я скажи пожалуйста как тебе ощущается вот этого дождевая погода как-то с первой гонка дождевая вчера была первая дождевая тренировка будем ехать аккуратно главное аккуратно и чувствовать где грань вот этого скользкой резины это ощущение будет присутствовать и будет помогать удачи дотянется на что попробуем пройти еще подальше баскобойник алексей город королев попробуем пройти еще до конца там мы видим 53 номер это беляков сергей он выступает на мотоцикле кавасаки ниндзя сейчас мы спросим у них как они себя сегодня ощущают этот дождь на хохленный пилот сидит но он настроен я так чувствую как дождь что я как ездится в дождь как ощущается нормально нормально мокро холодно первый раз у нас сегодня дебют сегодня дебют сегодня и мокренький сразу поэтому надеемся что все у нас будет отлично хорошо новичкам же главное что есть поддержка точно поддержка хорошо молодцы удачи вам 77 номер битиев алексей у него сегодня день рождения спасибо большое дай бог всем здоровья все меня вспомнили сегодня все меня поздравили спасибо мы тебе очень желаем чтобы у тебя все удалось нам пора покидать стартовую решетку дадим пилотам возможность показать на что они способны и пожелаем им удачи дадим пилотам Продолжение следует... 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 И это правильно Вот семерочка Павел Фомичев Московский гонщик Но он такой в гордом одиночестве у нас едет Я так понимаю, что Маша Медведева На круг уже догоняет его Вот восьмерочка Оранжево-белая в цветах команды Матрикс Рейсинг У них такой клетчатый у нас логотип Как флаг Как флаг финишный Собственно говоря, вот Матрикс Именно Матрица Вот этого дела произошло Так, Дмитрий Андреев Green Racing Team На Ямахину такого зеленого плана Итак, Иванов Крапухина Пытается пройти Пытается пройти Вот молодцы, конечно, здорово они Пролетели И здесь даже уже без компьютера Я увидел, что отставание от лидера Компьютер мне пока с 12 секунд Но здесь было полсекунды Итак, борьба у нас За лидерство имеет место быть Спорты Красиво борются Да, когда фактически у нас Первой половине гонки Крапухин прошел Иванов Оказалось, что, в общем-то, уже все Он обеспечил себе победу Но, тем не менее, Алексей был с этим не согласен Алексей был с этим категорически не согласен Так, на 17-м круге Было отставание Собственно говоря, 12 секунд Мы видим, что практически за пару кругов Оно упало до нуля Так, третье место Уверенная Маша Медведева Да, у нее отставание, собственно говоря Было достаточно большое Но она лидер в своем классе И призер виртуальной класса Суперспорт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, 55-й номер Кропухин 61-й номер Иванов, 20,8 секунды Предыдущий круг прошел Иванов за минуту 34-42 И, собственно говоря, проиграл Получается на этом круге почти 5 секунд Ну, Мария Медведева мы только сейчас будет приближаться к линии финиша у нас Вот сейчас Крипак проехал, вот Маша Медведева пересекает линию финиша У Маши лучший круг 34-03 был и этот круг у нее получился Если сейчас компьютер мне покажет, предыдущий был 36-24, нет, по-моему, опять завис наш компьютер доблестным образом 21-й уже круг идет, а у меня компьютер 19-й показывает Поэтому это не запоздалые такие сведения Поэтому будем смотреть вот так Вот для телевизионной картинки Рима и Розбеки Мы видим момент обгона Сам момент обгона, происходящий Здесь, в борьбе Но это не за подиум, это круговой Прошел и так, 21-й круг из 23 Идет, лидирует у нас Сергей Кропухин Сейчас его лидерство бесспорное Но, с другой стороны, коварная скользкая трасса Любая ошибка Передал газа, перетормозил Хайсайт, лоусайт или что-то в этом роде Может иметь место быть Итак, Сергей Кропухин, Иванов 25 секунд, Медведев Минуту 28,891 Андреев уже проигрывает круг Но это вряд ли, потому что, скорее всего, просто промежуточные результаты 22-й круг, предпоследний круг Заезда класса Суперспорт Получился непростым 53-й номер Беляков сошел 91-й Морозов Ну и, похоже, в общем-то, у нас Корзаев, Савенко Вот эти гонщики Достаточно серьезные Выбыли из борьбы Корзаев, местный спортсмен Хромрейсинг Не помогли родные стены КОНЕЦ Итак, ушел на последний круг Сергей Кропухин Лидер заезда Объединенного Суперспорт И Суперсток 600 Иванов Сохраняет второе место От Алексея Иванов Владимира Иванова Питерского гонщика Мы увидим В следующем заезде Ждем Медведева И остальных Оставшихся в строю Спортсменов 98-й У нас Крипак Итак, финиш Финиш в исполнении Кропухина Медведеву Он обогнал на круг На последнем круге Получается, что Маше на один круг меньше Пришлось ехать Но она, в общем, Наверное, не в обиде Потому что она Занимает третье место На подиуме И Она у нас Выигрывает Суперстоки Медведеву 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 Суперстatha Медведеву Медведеву Да. Да. Итак, закончился заезд. Нас ждет процедура награждения классов Superstock 600 и Super Sport. Ну, что-нибудь надо попытаться сделать. Ну, хер какая-то это. Либо ты тогда давай строку, чтобы такую нормальную, как вниз, чтобы постоянно... Ой. Спасибо. У-у-у-у. Так вас занимает. Итак, награждаем за третье место Владимира Владимирова стала. Девушки, теперь были, привезли, поцеловал. Второе место! Питерин Трюрьев, Зеленоград! У-у-у! Питерин Трюрьев, Зеленоград! 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 Спасибо. 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 Никуда не уйдет. Кипер вообще здесь останется две. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ничего. Он просто ехал, ехал, ехал и повернул в пит-лейн. Ну, соответственно, как бы Сергей первый же его как бы это замечает, поэтому чуть-чуть от этого отъехал. Вот, и потом дальше я первые круги старался ехать в таком же темпе, примерно держал дистанцию, но там какие-то были мелкие ошибки. Плюс, ну, не знаю, как правильно это объяснить, что в некоторых местах резина его очень хорошо держал, в некоторых проскальзывало, и Сергей начал ускоряться, и я решил просто уже все-таки сбавить темп, потому что 20 очков лучше, чем ноль. Вот, теперь нас в обоих по 45, и мы поборемся на дальнейших этапах уже. Не сомневаюсь в этом, спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо, Леша. Сейчас я попробую еще взять интервью Марии Медведевой, потому что я думаю, что это очень интересно. Сейчас, если вы подождете одну секунду, я ее приведу к камере. И я просто, я очень счастлива, что, во-первых, Антон помогает, во-вторых, люди, которые вокруг меня, моя команда, они неоценимы. На условия погодные пугали. Сейчас, одну секунду. У нас там просто прямая трансляция. Ты можешь это же потом отснять? Теперь нажми на паузу. У нас уже были здесь две гонки, поэтому ничего нового. Это краса известно своей мокротой. Своей влажностью. Слушай, у тебя был, да, уже опыт? Да, да, здесь в один-друга году была половина. Спасибо. Спасибо, Маша. Пойдем теперь на прямую камеру попробуем то же самое. Расскажи. Давай. Слушай, мы тебя так болели. Спасибо. У меня очень многие болели, мне приятно. Сейчас снимаешь? Они у Андрея в боксе. Андрей, мелкий такой ужасный механик мой. Да. Сейчас мы хотели поговорить с Марией Медведевой, которая действительно героиней сегодняшнего заезда. Расскажи, пожалуйста, как для тебя прошла гонка? Гонка вообще на самом деле весела. Первые три круга я держалась с Сергеем Крапухиным, вообще удивлялась. Я думала, наверное, я очень хорошо еду. Вот, но... Так и было. Потом, через какое-то время я словила хайсайт, но удержалась на мотоцикле. Потом я чуть не улетела на торможении. Требуэта было не видно? Нет, это в дальнем повороте было. Хайсайт был на выходе из... Сейчас скажу, какой он-то у нас... Одиннадцатый пост, вот, напротив одиннадцатого поста, вот, там еле удержалась. И потом упал Алексей Морозов впереди меня. Я чуть его не переехала, мне пришлось выехать на зону вылета в асфальтовую. Хорошо, что там есть асфальтовая зона вылета, потому что, если бы её не было, я бы, наверное, тоже сошла с дистанции. То есть это было видно с трибун, да? Вот, очень опасно он упал, да. Получается, он обогнал тебя? Он меня обогнал, да, очень резко открыл газ, потому что понимал, что у меня лучшая траектория. И упал. Жалко, конечно, но вот так бывает. Вот, и потом я поняла, что сзади уже никого нет, и ехала достаточно спокойно, стабильно. Очень тяжело вот здесь вот ехать на выходе, постоянно воблинг. И очень сложно идти правильную траекторию. Но к концу гонки я уже подобрала себе правильную траекторию. И достаточно стабильно ехала. Да, ты очень стабильно действительно ехала. И мы с либун смотрели и думали, главное просто, чтобы стабильно, стабильно до конца. Спасибо большое за то, что не оболеете. Я вообще хотела сказать большое спасибо моей команде. На этот этап к нам приехал Актон Богданов из Яхнич Мотоспорт. И я безумно счастлива, что он нам помогает. Я бы хотела ему персональное спасибо сказать. Я очень счастлива, что у нас механик такого уровня. Он действительно, наверное, может решить вопросы, которые тяжело решить без такого опыта. Да, у Яхнич Мотоспорт огромный опыт. И мы рады, что нам передали часть этого огромного опыта. Разбольшая, спасибо. Спасибо, удачи тебе. Спасибо. Спасибо, теперь мы встретимся на пристартовой процедуре гонки Супербайк и СТК 1000.